всем привет сегодня у нас очень необычная тема мы будем разбирать такое понятие как коктейльная колористика и вообще научный подход к выбору цвета при построении напитков помимо вкусов помимо вкуса напитка баланса выбора украшений формы существует очень важный аспект о котором мало кто задумывается и этот цвет на самом деле цвет дает очень много напитку это визуальное восприятие коктейля при помощи цвета можно передать определенное настроение гости также неправильный выбор цвета а точнее неправильные неправильное сочетание цветов могут подсознательно отталкивать гостей от выбора этих напитков в общем идеальный коктейль можно запороть действительно запороть неправильным подбором сочетанием цветов и также наоборот самые невзрачные простые напитки можно качественно улучшить при помощи цветовых решений и мы чуть позже на практике это посмотрим действительно можно самый простой коктейль при помощи некоторых фишечек вообще очень простых при помощи цветов сделать из него реально очень очень интересный в визуальном плане напиток в общем во всем этом нелегком деле нам потребуется специальный инструмент который называется цветовой круг я на следующий слайд цветовой круг и так цветовой круг представляет собой инструмент благодаря которому можно подбирать идеальные сочетания и подбирать на нем основные колористические схемы колористические схемы они давно до нас придуманы ими пользуются различные дизайнеры интерьеров предметов одежды и так далее их существует достаточно много я вам покажу программу в которой есть 10 готовых колористических схем которые можно пользоваться но об этом чуть позже я покажу как ей пользоваться сейчас про сам круг в общем круг это специальная такая такой специально разработанный инструмент дизайнерами для упрощения жизни дизайнеров в общем в нем можно смотреть цвета подбирать различные колористические схемы он очень сильно упрощает жизнь дизайнером там разных категорий и так кстати интересная интересная информация по поводу того как вообще подбирают цвета как как коктейлям бармены при построении коктейлей бармены обычно используют используют не используют а делятся на три лагеря первые значит делают коктейль и независимо от цвета освещение в баре посуды украшают украшает его и обычно украшают тем что есть заведение то есть что как по украшениям там лежал у них там на стойке накидали в этот коктейль и на этом все закончилось но это вполне нормально так на самом деле работают все новички то есть ну ничего в этом плохого нет но это скажем так не такой не ну достаточно слабый подход то есть так можно делать напитки но ожидать что получится что-то невероятное сумасшедшее крутое но не стоит может что-то получится но это будет именно случай для того чтобы сделать что-то реально крутое нужно подходить другим способом второй вариант используют бармены с большим бэкграундом и опытом из-за того что они сделали большое количество напитков за свою жизнь они уже подсознательно знают какие цвета сочетаются лучше и какие украшения лучше подходят то есть из-за наработанного опыта большого количества этого опыта когда его пробами ошибками различные вещи сочетали они уже вот в голове на подсознательном уровне понимают что будет сочетаться что не будет и уже как бы как интуитивно как будто бы начинают работать и у них все круто получается этот вариант хорош но такой опыт нужно получать годами и к тому же есть один момент после 10 примерно удачных комбинаций когда у них ну у этих людей в голове они появляются то есть люди понимают что там вот этот цвет с этим сочетается вот это украшение с этим хорошо сочетается там происходит момент в том что бармены начинают постоянно использовать эти эти же схемы то есть есть в голове 10 рабочих инструментов 10 рабочих схем которые там круто работают и все они начинают именно по этой тропинке идти и грубо говоря не развиваться то есть есть определенный набор там арсенал вот этих вот цветовых схем и они в общем-то интуитивно как будто бы и дальше их и делают ну в общем ограничивают возможности дизайна напитков из-за этого и есть третий вариант это научный подход при помощи специальных инструментов в нашем случае этот цветовой круг благодаря которому можно даже без опыта делать выигрышные сочетания на самом деле наиболее оптимальный вариант это совмещение 2 и 3 подхода таким образом мы можем быстро набирать опыт в колористике и делать уникальные цветовые решения в общем те кто давно работает те и так понимают в принципе что с чем сочетается поэтому ну можно так дальше работать и в этом ну нет ничего такого это вполне нормально но для того чтобы получить этот опыт нужно ну очень много времени потратить для тех же у кого этого опыта нету стоит использовать различные цветовые схемы ну а идеальный вариант те кто хочет прокачаться именно в коктейльном дизайне это комбинация вот этих двух направлений это свой личный опыт своя интуиция свой личный взгляд на коктейли и это различные инструменты такие как цветовые круги и различные цветовые модели комбинации и когда мы это совмещаем у нас получается очень хороший ну хороший продукт в итоге давайте разберем какие есть типы сочетания в построении напитков так вы сможете вы можете сейчас сразу вместе со мной открыть цветовой круг я оставлю ссылку под ссылку под видео на этот цветовой круг чтобы мы сразу вместе могли во всем разобраться так нам нужно зайти в браузер и вбить в поисковую строку вот этот вот сайт ну я его оставлю ниже будет ссылка и мы перейдем на вот такой вот цветовой круг сразу иначально смотрите какая штука ну вот так вот это все дело выглядит очень простая программа достаточно интуитивный интерфейс здесь и можно во всем быстро очень разобраться справа сверху здесь есть три вкладки вот нас интересует вкладка harmony и здесь и есть все типы сочетаний то есть именно модели вот этих цветовых схем которыми можно пользоваться и они все выдают разные ну вообще подбираются под разные цвета существуют вообще разные типы сочетания и каждому типу соответствует своя геометрическая иллюстрация на круге то есть если мы тут пощелкаем как видим тут изменяется именно геометрия как каким образом подбираются цвета вот здесь вот достаточно много различных схем которые можно смотреть и вот после того как мы выбрали какую-нибудь схему мы просто зажимаем левой кнопки мыши на самом кругу и просто двигаем и у нас сразу же подбираются цвета вот таким вот образом это все происходит таким вот образом можно смотреть подбирать необходимые нам цвета вот такая вот в общем история что нас интересует в данной вот этой программе интересует нас на самом деле вот эта вот схема вторая сверху аналогичные сочетания что отдельного хочется про нее сказать этой схемой пользуется большинство не то что пользуется при помощи этой схемы сделано практически все коктейли которые у нас сейчас вообще в нашем мире существуют то есть процентов 80 коктейлей которые делаются они делаются именно по этой цветовой схеме сложно сказать почему именно так происходит но процентов 80 может быть даже 90 напитков они вот именно сделаны по ней что в свою очередь можно этим пользоваться и кстати они сделаны если посмотреть на цветовой круг и вот на этот круг вообще посмотреть и разделить его как ну представить что это часы если вот здесь вот будет 12 а вот здесь вот будет 6 то можно увидеть теплые и холодные цвета вот то есть правая часть вот с 12 до 6 получается это теплые цвета то есть почти все напитки которые создаются в мире они имеют они работают по аналогичной вот этой цветовой схеме и работают в теплом диапазоне цветов то есть используются вот именно вот эти вот вот эти вот всякие разные цвета вот которые вот здесь вот в этом находятся то есть если работают с холодными меньше работают итак в итоге так чтобы не отклоняться от темы в этом цветовом круге нас больше всего интересует вот эта вот аналогичная цветовая схема и по ней можно работать давайте перейдем сейчас к практике и сначала разберем несколько базовых принципов смотрите в каждом коктейле должна быть основа 70-95% должны быть выполнены в одном цвете остальные цвета должны подчеркивают должны быть подчеркивающими сам напиток не стоит использовать сверх много цветов 2-5 цветов вполне хватает чтобы сделать большую часть дизайнов это не аксиома но это это как бы это правило но всегда есть исключения из правил понятно что можно делать какие-то ну делать исключения они будут крутые но так делается почти все коктейли то есть важно запомнить что цветов много не надо 2-5 вполне хватает и у нас должен быть большая часть заполнена одним цветом то есть ну как например негроне вспомним коктейль он чисто там красное красного цвета и у него есть маленький там желто оранжевый какой-то сегмент который оттеняет его то есть вот такие вот по такому принципу они и собираются следующий важный принцип следующий принцип в том что нам нужно запомнить что белый черный серый или же мутный а также прозрачные напитки сочетаются практически со всеми цветами поэтому если наш бокал именно этого цвета или напиток этого цвета то мы имеем неограниченное количество вариантов сочетание цветов это вот сейчас то что я сказал это как бы базовый базовый принцип но он также работает как одна из схем сочетания ее нет на цветовом круге она очень простая давайте я покажу примеры и на примерах еще раз пройдемся смотрите я вытащил из инстаграма картинки с разных заведений здесь есть и зарубежные и наши представители из питера ребята и из москвы давайте посмотрим вот то о чем я говорю еще раз белый черный серый мутный а также прозрачные напитки сочетаются абсолютно со всеми цветами и это база это очень простая и базовая техника при которой можно делать интересные напитки то есть что здесь делается здесь берется коктейль с белым оттенком то есть ну вот здесь вот здесь получается маршмеллоу то есть и добавляется один цвет в данном случае розовый и он отлично сочетается хорошо смотрится и здесь нет никаких конфликтующих цветов то есть все очень гармонично и классно выглядит вот очень просто то есть один цвет который сочетается со всем добавляем один любой совершенно цвет и у нас получается хороший напиток давайте проверим посмотрим эту эту же теорию дальше то же самое белый цвет который сочетается со всем добавляем синий голубой и все тоже отлично сочетается еще раз повторю уже третий четвертый раз просто чтобы это запомнить белый, черный, серый, мутный а также прозрачные цвета сочетаются с любыми цветами если это моносочетание то есть если это один цвет то мы можем добавлять к белому, черному, мутному, серому, прозрачному абсолютно любой один цвет и у нас будет идеально все сочетаться еще один пример вот белый напиток и вот у нас здесь какой-то гарниш лежит тоже аналогичный пример что бы мы не положили любой цвет здесь бы подошел если это будет один цвет если здесь уже будет два разных цвета или три здесь уже нужно будет работать по таблице не все будет сочетаться вот еще один пример аналогичная тема с сочетанием тоже белый напиток светлый и вот здесь цветы которые тоже в одном цвете контрастирующие смотрятся и выглядит тоже очень интересно и очень хорошо сочетается потому что снова уже один цвет добавив сюда еще какие-то цвета здесь уже нужно будет работать по таблице если белый плюс один то можно выбирать вообще любой любой цвет окей поехали дальше вернемся в нашу второй вариант второй вариант сочетаний это моносочетание его тоже нет на круге это самое вот это вот самая простая вообще техника которой можно пользоваться и ей вообще она прикольна тем что ее не не накосячить короче с помощью нее то есть можно делать напитки и знать точно что они получатся круто и классно если действовать по этой схеме моносочетание давайте примеры просто покажу чтобы было понятно моносочетание это когда у нас сам напиток сам гарниш либо наш бокал все выполнено в одном цвете то есть грубо говоря там напиток вот там розового или фиолетового цвета и гарниш фиолетового цвета он будет отлично сочетаться и здесь не будет вообще никаких конфликтов они будут хорошо смотреться то есть это самое простое вообще что можно сделать то есть если нет там уверенности в себе в какой-то в плане дизайна или какие-то цвета не подходят всегда можно пойти по этой тропе просто взять и коктейль одного цвета и гарниш такого же цвета и все будет идеально смотреться вот тоже один из вариантов когда и напиток и гарниш выполнены в одной цветовой гамме у нас получается вот такие вот такие вот коктейли то есть выглядят гармонично и классно и здесь в общем то все прикольно и сделать их очень просто голову не нужно ломать просто подобрать абсолютно такой же цвет и не париться и все будет классно все дальше переходим уже к нашей цветовой схеме разберем аналогичные сочетания давайте сразу разберем на примерах для того чтобы понять вообще что да как аналогичные сочетания здесь давайте разберем сначала плюс один цвет смотрите если у нас идет по допустим смотрите мы сделали коктейль и он у нас получился красного цвета здесь уже не стоит добавлять первый попавшийся гарниш который только может в голову прийти если мы работаем по схеме аналогичного сочетания что мы делаем у нас коктейль получился вот такого красно-бордового цвета мы бегунком ищем вот под единичкой примерно вот этот вот красный бордовый цвет где он тут находится и в чем суть дальше суть в том что любой из этих цветов которые выходят дальше любой из них будет идеально сочетаться то есть это прямо идеальные сочетания можно немножко уходить там влево вправо но вот так как показывает таблица это прям идеальные сочетания которые сочетаются на сто процентов и здесь как мы видим у нас здесь зест цитрусово как раз ну вот как раз в этом диапазоне красный оранжевый то есть вот примерно такой цвет как раз и есть то есть вот так вот аналогичное сочетание ищется на коктейлях которые выходят уже не прозрачные которым все подряд подходит а вот к таким вот то есть это аналогичное сочетание при добавлении одного цвета смотрим дальше еще один пример достаточно похожий на прошлый тоже коктейль такого красного коричневого бордового цвета тоже его ищем и у нас смотрим что получается у нас желтая цедра ну вот у нас и выходит примерно такая штука то есть у нас в таком диапазоне базовый цвет вот он находится и гарниш где-то вот в этом диапазоне аналогичное сочетание вот такой пример но здесь у нас белый белый бокал который будет совсем сочетаться его не нужно в таблицу никуда заносить и у нас разные оттенки бордового коричневого и яйца уже между этими бордовыми коричневыми также можно его искать тоже эти вот бордовые цвета где-то вот как раз здесь получается вот этот бордовый цвет вот он вот эти вот это изомальт из бордового цвета вот он коричневый под дерево и вот они все эти цвета как раз вот в этом переливе в этом веере и проходят и такое получается такая законченная картина базовый пример снова же когда красный с желтым вот оно это сочетание сочетание аналогичных в аналогичной модели которая находится красный и желтый хорошо сочетается это нам и так всем понятно но для того чтобы понять как работать с таблицей с этой вот это дело показываю вообще вот это вот аналогичное сочетание оно конечно ну прям супер популярное им очень много кто пользуется давайте перейдем к более сложным аналогичным сочетаниям сейчас мы посмотрели как делать аналогичные сочетания плюс один цвет еще раз повторю например мы сделали коктейль он у нас получился красный вот мы бегунком переходим на красный все эти сочетания подходят к примеру он у нас получился не знаю вот зеленый коктейль и мы смотрим мы можем уходить как в желтые цвета так и в синий и вот таким вот образом мы можем искать различные цветовые гаммы то есть смотреть какие у нас получаются какого цвета у нас получился напиток и сочетать его именно по палитре с этими цветами теперь поехали дальше уже когда не один цвет идет а когда идет несколько цветов это уже чуть сложнее но намного интересней вот такой вот вариант смотрите у нас здесь черный коктейль черный как изначально я говорил как черный белый мутный прозрачный они сочетаются вообще со всеми цветами здесь получается у нас черный сам бокал и используется красный и желтый цвет как это делается у нас значит после того как человек сделал черный напиток у нас получается по этой схеме по аналогичным сочетаниям вот они снова же красный и желтый то есть в принципе сюда же можно было и зеленый добавить он бы тоже идеально смотрелся также оранжевый и коричневый либо можно было сделать в таком коктейле можно было добавить например там синий фиолетовый и какой-нибудь оранжевый они бы тоже идеально смотрелись вот потому что здесь именно черный бокал который к которому можно уже сочетать различные цвета по палитре ну здесь вот в данном случае это переносим и у нас получается красный и желтый смотрим дальше на примерах так что у нас здесь здесь у нас снова же черный цвет который нейтральный мы его не заносим никуда потому что он сочетается со всеми цветами и у нас получается желтый и зеленый желтый и зеленый ищем желтый пожалуйста переносим бегунок вот у нас желтый и зеленый получается снова же подходит под эту схему также можно было добавить какой-нибудь бирюзовый он бы также сочетался бы в этом коктейле но на самом деле даже было бы классно даже если бы небольшой такой сегмент в общем аналогично по схеме сделано и получается достаточно интересно смотрим что у нас дальше можно сделать по схеме вот более интересное сочетание потому что как я изначально говорил очень многие используют именно теплую цветовую гамму то есть которая находится именно в правой части колеса а то что в левой части колеса мало кто использует смотрите как интересно получается коктейль ну необычной цветовой гамме исполнен и очень прикольно ну здесь еще фотография такая с желтыми вот этими разбытыми штуками ну мы как видим он у нас тоже здесь сверху желтый и сам бокал сам коктейль находится вот в фиолетовом вот этом диапазоне ищем фиолетовый диапазон фиолетовый желтый и мы видим что фиолетовый с желтым идеальное сочетание дают вот пожалуйста то есть такой вот идеальный коктейль то есть здесь бы мы тоже могли бы добавить и красный и коричневый и вообще могли бы все цвета добавить и было бы прикольно вообще кстати мне нравится когда делают по аналогичной схеме и берут первый цвет и последний и они получаются практически контрастными очень прикольно тоже выходит это вообще комплиментарная вот эта комплиментарий схема но выглядит очень свежо то есть мало кто использует эту технику обычно используют близкие по натуре цвета ну то есть допустим получился там оранжевый коктейль добавили там желтое и зеленое и ну это классика то есть близкие по духу это как-то интуитивно вообще у людей получается а вот в таком диапазоне мало кто думает то есть сделали фиолетовый коктейль и добавили вот такой вот желто-зеленый цвет и он реально будет очень круто смотреться очень живо ну как видите да коктейль прям прикольно смотрится очень ну так свежо так скажем то есть не не заезжено ну это базовый пример снова же здесь этот вот белый цвет из-за льда прикольно то что снова же белый сочетается со всем мы его еще раз просто повторяю эту информацию для того чтобы она в голове уложилась белый, черный, мутный, серый и прозрачный мы их вообще не берем за основу то есть если он есть в коктейле мы его как бы не замечаем мы работаем с другими цветами потому что он будет сочетаться абсолютно со всеми и здесь красный и желтый мы это уже много раз смотрели эту схему ну вот он переносим бегунок у нас красный, желтый все это дает идеальное сочетание и он часто используется ну здесь все понятно вот такое вот сочетание на самом деле тоже достаточно живенько выглядит не так заезжено как во многих коктейльных вариантах и здесь у нас что получается здесь у нас выходит такое розовый, фиолетовый, желтый желтовато-зеленый даже немного двигаем ну вот где-то да вот эти вот какие-то вот эти вот тона там розовые, фиолетовые и смотрим снова желтый вот он зеленый Притом не зелёный, а вот как раз какой-то мутно-зелёный. Жёлтый, мутно-зелёный, фиолетовый. Идеальное сочетание. Снова же здесь берётся из палитры первое и вот последние эти. И смотрится тоже прикольно. Ну вот, достаточно банально всё понятно по схеме, как это делается. И прикольно сочетается. Вообще забавно то, что многие на самом деле об этом не думают. Многие делают это интуитивно. Но цвета действительно играют роль. То есть, если бы здесь были бы не жёлтый, а цвета, которые не подходят, то есть, которые противоречат друг другу, то было бы не так круто выглядело. То есть, это действительно рабочий инструмент. Ну, жёлтый и зелёный мы уже рассматривали. Давайте ещё раз посмотрим, как это работает. Переносим бегунок на жёлтый. И вот он у нас зелёный цвет. То есть, тоже всё идеальное сочетание. Попадаем тоже в нашу аналогичную систему, в вот эту вот цветовую схему. Так. Ещё один вариант. Здесь уже достаточно много цветов. Здесь у нас белый. Ну, как бы лёд. Мы его не рассматриваем, потому что он сочетается совсем. И есть вот различные оттенки коричневый, вот этот вот бронзовый, какой-то оранжевый, зелёный. Переносим бегунок. И вот у нас получается вот этот бронзовый, коричневый, оранжевый, зелёный. Вот они все эти цвета как раз в одном диапазоне, как раз в аналогичной схеме, прям чётко по ней сделаны. Так, здесь у нас всё. Ну, с аналогичной вот этой цветовой схемой, я думаю, всё понятно. Да, то есть, здесь есть два варианта. Делать плюс один цвет и более сложные, плюс несколько цветов. Ещё раз, чтобы закрепить. Если мы сделали, например, там, коктейль какого-нибудь красного цвета и хотим добавить только один цвет, мы работаем вот по такой штуке. Переносим бегунок, получился у нас коктейль красного цвета. Добавим, вот, например, зелёный один цвет и всё, и забудем. И он у нас идеально будет сочетаться. Сделали там синий коктейль, добавили один фиолетовый цвет и у нас тоже будет идеально сочетаться. Здесь всё ясно. Или, если мы хотим два добавить цвета, сделали мы вот этот бордовый коктейль. Хотим два цвета добавить, ну, добавили там коричневый и зелёный. И всё у нас снова же будет хорошо сочетаться. Хотим, можем хоть всё добавить и тоже будет всё по нашей схеме цветовой. Так, ну, здесь, я думаю, понятно. Так, что у нас есть дальше, посмотрим сейчас. Ну, вообще, что хотел сказать, конечно, это вот эти вот три схемы. Это самые базовые. Моносхемы – это когда, ну, просто в одном цвете выполнено. Ну, я думаю, здесь тоже всем это и так понятно. Но это рабочий инструмент, им можно пользоваться, потому что на нём нельзя накосячить, его легко повторить. Просто единый цвет всего напитка. Моно плюс один цвет, то есть, когда белый, чёрный, мутный, серый, прозрачный, раз 10 уже, наверное, сказал, и добавляем вообще любой цвет один, и у нас всё хорошо получается. Тоже очень простая схема, которая хорошо смотрится, и на ней тоже невозможно накосячить, потому что эти цвета такие универсальные, их можно использовать абсолютно со всем. И аналогичные цветовые схемы здесь, ну, вот, уже долго об этом говорили, по поводу вот этого вот нашего веера аналогичных цветовых сочетаний. Очень крутая схема, потому что она подходит, и ей пользуются, и ей пользоваться ещё все будут. Она просто работает очень круто. Но если мы посмотрим, у нас здесь очень много различных схем. Я рассказал сейчас про самые ходовые, то есть, аналогичные, моно и моно вот с вот этими белыми, чёрными цветами и так далее, которые универсальные. Но у нас есть много различных других схем. Они более сложные. Если мы будем рассматривать какие-то другие схемы, они действительно более сложные, и не всё будет подходить, но коктейли будут смотреться, вот, ну, как сказать, не так заезжено. Будут достаточно интересные цвета, что будет давать такую живость, свежесть напиткам. Ну, давайте рассмотрим, например, для примера есть такое сплит-комплементарное сочетание. Оно выглядит как расположение треугольника на цветовом круге. И вот таким вот образом оно даёт такие нестандартные цвета. То есть, они почти что противоречащие друг другу, но сочетающиеся. И вот смотрите, как коктейли выглядят вот в этих цветовых решениях. То есть, как вы видите, вот здесь вот жёлтый, вот этот фиолетовый и зелёный. И как бы на чёрном этом плюце всё сделано. На чёрном подносе чёрный у нас сочетается со всем, как мы помним. Мы его не закидываем в таблицу. И есть жёлтый, фиолетовый и зелёный. Смотрим. Так. Смотрим. Вот он. Переносим. Фиолетовый, жёлтый и зелёный. Насыщенность меняем чуть-чуть. Всё, у нас получается вот как раз эта же схема. То есть, прям идентичная. Вот. И смотрим, как это всё выглядит. По цветам. То есть, на самом деле, по... Вот этот коктейль по гарнишу, по выбору посуды. Ну, на самом деле, так себе сделан. Но благодаря именно цветовой схеме, по цветам, он действительно прям так живенько смотрится. Ярко. И я бы сказал, необычно. То есть, цвета так... И вот этот фиолетовый достаточно прикольно. Необычно выглядит. И, в общем, концепция вот этого вот напитка, он смотрится, ну, прям круто. То есть, может вызвать определённые эмоции. Это прям прикольно. Вот. Намного интереснее, чем подобие там жёлтый с... Ой, красный с жёлтым, например. Ну, он просто очень заезженный цвет. Вот это вот прям интересное сочетание. Прикольно, в общем. Вот. Хотя работа была проделана не над бокалами, не над вот этим вот... Что это васаби? Ну, не сказал бы, что прям очень оригинально сделано. Но в плане цветов прям, ну, класс. Ну, бомбически сделано. Вот вам банальная тема с сплит-комплементарной схемой, которая выглядит. Вот ещё один вариант от Cocktail Professor. Тоже очень интересно выглядит. Вот эти новые схемы, которые используются, снова же. Вот я рассказал про аналогичную схему, самую простую. Про моносхему простую и про моносхему с вот этими универсальными цветами. Остальные схемы сложнее. Они не ко всему подходят. Здесь нужно больше экспериментов. Но они смотрятся как-то не так заезженно, оригинально. Ну, вот просто коктейль тоже здесь у нас синего немножко, жёлтого, фиолетового и чёрный. Чёрный сочетается со всем. Так, синий, жёлтый, фиолетовый. Смотрим. Как он тут сделан? Синий. Ага, вот он. Вот у нас схема получается. Жёлтый, синий, фиолетовый. Вот они, сочетания. Прямо, да, идентичные. Вот, пожалуйста. Прямо по схеме сделано, да. И выглядит на самом деле очень живо и очень оригинально. То есть, ну, такого прямо, ну, не каждый день встретишь. И это прикольно. То есть, вот, пожалуйста, ещё одно использование для того, чтобы сделать необычные напитки при помощи колеса. Ну, и давайте ещё одну рассмотрим работу. Это комплементарный. Комплементарный – это полные противоположные цвета. Очень сложная схема, но тоже достаточно прикольная. Это просто противоположные цвета на цветовом круге. Вообще, эту схему лучше использовать. Ну, данный напиток сделан не, ну, не, так скажем, не по правилам, но всё равно очень тоже прикольно смотрится. Ну, прям необычно. И, ну, снова живенько и интересно. Здесь у нас какие цвета? Красный, жёлтый. Ой, красный и зелёный используются. Ну, вот она, да, получается. Красный, зелёный. Примерно вот в этом диапазоне они у нас и идут. Ну, вот, да. Примерно так вот оно и идёт. Вот она, да, красный и зелёный. Вот. Два противоборствующих, можно так сказать, цвета. Но в этой схеме было прикольно очень работать. То есть, эта же схема комплементарная – это та же самая контрастная схема. То есть, ей очень круто выделять контрасты. Например, если бы здесь, если делать коктейль процентов на 90-95 общей массы красный и маленькая какая-то яркая капля или маленький какой-то шарик зелёного цвета, он будет прикольно смотреться. Он такой контрастирующий, яркий, противоположный. И это будет прикольно смотреться. И таким вот образом можно подбирать какие-то вещи. Ну, вот, синий там и вот такой вот жёлтый. Жёлтый какой-то мутный получается даже. Ну, вот, такой схемой можно очень круто контрасты подчёркивать. Ну, в общем, такая вот штука по поводу различных схем. Ну, вот, мы рассмотрели несколько вариантов. Здесь есть ещё разные схемы. С ними можно поиграть, посмотреть их, какие вам понадобятся, может быть, что-то для разработок. Но идеальные, конечно, сочетания – это аналогичные. Аналогичные – просто вообще всё по ней сочетается, смотрится интересно, но уже недостаточно живо. Так можно поискать какие-то более интересные штуки. Значит, что ещё хочется сказать? Давайте посмотрим ещё на примере коктейлей, как можно с этим работать. Ещё раз повторим. Закрепим, так сказать, материал. Например, смотрите, мы сделали коктейль. Вот такой вот коктейль, что-нибудь наподобие дайкири, ну, что-то обычное, то есть прозрачный алкоголь, лимон там и сахар, например. Получился у нас вот такой вот напиток. Что с ним можно сделать, если у нас вот именно вот такой цвет вышел? По нашему правилу, что происходит? Ещё раз повторяем, белый, чёрный, прозрачный, мутный, серый сочетается с любыми цветами. Если мы хотим добавить один цвет, мы можем использовать любой цвет из всего колеса. То есть куда мы не тыкнем, один цвет, если мы используем, можно любой юзать. Ну, например, мы захотим вот этот фиолетовый использовать, вот такой вот. Ну, делаем такое украшение, закидываем, и у нас будет идеальное сочетание, будет уже хорошо и круто смотреться. Хотим больше цветов. Как это работает? Сделали этот коктейль, выбираем нужную нам схему. Например, ну, не знаю, давайте сплит комплементарный, бахнем. Нет, слишком сложная. Давайте аналогичную бахнем. Ну, какую-нибудь интересную, необычную. Ну, вот, например, сделали коктейль, и мы можем, поскольку он прозрачный, мы можем добавлять любую палитру, не отталкиваться от этого цвета. Но поскольку мы выбрали аналогичную палитру, что мы делаем? Мы переводим по кругу наш веер на интересующие нам цвета, то есть смотрим, какие нам нравятся. Ну, вот такое, мне нравится такой диапазон. И я понимаю, что я могу взять вот такой вот бирюзовый и вот такой вот зеленый, например, вот эти два цвета, и их использовать. То есть я беру зеленый, допустим, делается какой-нибудь кондитерка вот в таком цвете, и, например, там мята или листья какие-то в таком цвете. И вот эти вот два цвета я буду использовать, вот эти два, и их закидывать в этот коктейль, то есть каким-то образом их крепить. И будет тоже идеальное сочетание в плане цветов, они будут круто сочетаться. Или можно взять комплементарный, бахнуть там, прям наугад, прям вот так можно сделать. У нас получится вот два цвета, такой вот фиолетовый и желтый. Это просто уже по другой схеме будет. И мы также их добавляем. То есть берем фиолетовый цвет, что они добавляем, и желтый. И у нас снова же будет идеальное сочетание. Это то, что говорится про вот эти универсальные цвета, которые мутные, белые, черные, бла-бла-бла. Например, дальше. То есть, например, мы взяли и сделали коктейль, например, красный. Что, как работать со схемой, со схемой нашей, с цветовым кругом, если у нас получился красный коктейль. Что мы делаем? Мы выбираем нужную нам схему, например, аналогичную. Переводим на красный цвет и смотрим, что с чем сочетается. По аналогичной схеме у нас сочетается красный вот с этими цветами. То есть мы можем взять один цвет, либо несколько цветов вот в этом диапазоне. И у нас все будет хорошо сочетаться. Можно, на самом деле, даже вот сюда вот уйти, в другую сторону. И вот у нас красный будет теперь вот здесь вот. Мы можем использовать вот такой цвет или вот такой вообще. Также мы можем использовать другие цветовые схемы. Вот красный там и вот такой вот можно использовать. Но контрастная с ней нужно быть осторожным. И если ее использовать, то примерять вообще как это будет. И она должна быть маленькая. То есть маленькая деталька где-то должна быть, чтобы подчеркнуть вообще всю историю. Потому что если будет слишком много вот этих двух цветов, они будут противоборствующие, будут, в общем, конфликтные. То есть они, на самом деле, эта цветовая схема так и называется, тоже конфликтные. Бывает, они не сочетаются. Ну, таким же образом, вот сплит комплементарный можно посмотреть. Вот эти два цвета добавить. Ну, вот таким вот образом это все делается. Ну, и последний давайте разберем. Например, сделали мы вот такой вот коктейль. Такой желто-оранжевый. И снова же, получился у нас коктейль этот. Берем какую-нибудь схему. Переводим курсором на этот желто-оранжевый. Смотрим, что с чем сочетается. Какие нам нравятся цвета. Ну, взяли вот такой вот необычный, например. И вот такой вот. И то есть коричневый и вот ближе к бирюзовому. Добавили коричневый и ближе к бирюзовому. У нас получилось идеальное сочетание. Все, пожалуйста. То есть вот так вот мы, собственно, и работаем. Или выбираем снова же какую-нибудь сумасшедшую другую схему. И работаем по ней. Так, ну, собственно, все. Я надеюсь, что доходчиво все это объяснил. Очень, на самом деле, сложная тема. Потому что вообще об этом, в общем-то, никто и не говорит. Из барного мира. Вообще мало кто этим пользуется. Но дело в том, что к этому все идет. И скоро однозначно это в нашу жизнь прямо придет. И все прям будут, ну, вообще все этим будут пользоваться. Потому что с развитием всей нашей индустрии все больше и больше мы используем инструментов из околобарных сфер или сфер, которые в баре можно применить. И навыки колористов, дизайнеров – это действительно рабочие вещи, которые можно юзать на благо и на упрощение нашей с вами жизни, нашей с вами работы. Потому что делать можно намного более качественный продукт, интересный и более живой. То есть можно быстрее приобретать опыт, быстрее делать какие-то крутые подачи и напитки. Так, значит, что еще? Последнее, что хочу сказать. Я хочу предостеречь всех от слепого следования этим программам. Как я изначально сказал, лучший вариант будет комбинация опыта, цветового колеса и интуиции. Всегда бывают исключения, которые круто смотрятся. И также бывают исключения, которые плохо смотрятся, даже если все сделано по цветовой схеме. Все-таки мы работаем не с чистыми цветами. А с различными текстурами. В каждом баре свое освещение, в каждом, каждый продукт, он имеет свои блики, свою текстуру. Там, если мы используем клубнику, это не чистый красный цвет, а красный там с переливами, с какими-то там полутенями и так далее. Если же говорить про цветовое колесо, это чистые цвета. У нас есть там освещение, блики, ну и так далее. То есть текстура разная. Ну вот, в общем, все это дело тоже влияет. Поэтому не обязательно, что мы смотрим на цветовое колесо. И у нас там два цвета сочетаются. Мы их юзаем и думаем, что сочетается. Но уже мы сделали, посмотрели. Нам, если нравится, то можно юзать. Ну, короче, тем не менее, данный инструмент дает намного больший простор для творчества. Можно смотреть другие схемы и пробовать их, подбирать цвета, опираясь на знания и опыт вообще колористов. Прикольно еще то, что бывает, когда этим не пользуешься. Я вообще на самом деле сам недавно стал использовать цветовое колесо, потому что где-то около года назад я его вообще узнал о том, что это существует и начал юзать. И что мне самому понравилось, по факту люди, у которых уже достаточно большой опыт, в принципе, если говорить про аналогичные схемы, ну, так или иначе, я по ним как-то и работал. Но уже на уровне интуиции, что я понимаю, что там красный коктейль получается, там желтый, зеленый, там ба-ба-ба, это все как-то они сами уже в голову приходят. Но в какой-то момент реально я в тупик попал, потому что у меня уже так заелись эти цвета, что я как-то о других даже и не думал. И фишка самого колеса, что можно просто посмотреть другие варианты цветов и посмотреть, что можно делать. Покрутить его, посмотреть, сделать пару напитков с какими-то вот необычными штуками. И когда долго работаешь, у меня вот, я вот смотрю на эту аналогичную схему, она у меня вот в голове где-то вот здесь вот находится. А по факту, что ее можно вот двигать и дает, в общем, определенный простор для творчества. Можно делать прям интересные цветовые схемы, которые не использовались ранее, которые просто в голове там не укладывались или просто об этом не додумывался никто. И также с другими цветовыми вот этими модулями, то есть можно смотреть, какие можно еще сочетания делать. Потому что снова же представить очень сложно цветовые схемы, как это в голове, ну в голове представить и сделать. То есть при помощи таких программ можно достаточно сильно обогатить свой вот этот арсенал коктейльного творчества. И по факту это всего лишь при помощи обычных цветов. Ладно, думаю, что все было понятно. Если будут вопросы, буду отвечать. Информация на самом деле очень сложная, но если ее усвоить, это даст вам просто колоссальный скачок. Потому что это не просто какие-то сумасшедшие украшения, это просто работа с цветом, который дает уже как бы на голову выше вы становитесь в плане дизайна всех этих коктейльных работ. И это не какие-то сумасшедшие там дорогие украшения, это просто цвета. Поэтому изучайте, смотрите, тема просто сверх крутая. И однозначно скоро она просто ей все будут пользоваться, захватит все, вообще весь барный мир. Все, до связи. Продолжение следует...